Белорусский певец и композитор Дмитрий Колдун родился в Минске летом 1985 года. В детстве он хотел стать врачом, ходил в специализированную гимназию. Почему юноша резко решил сменить сферу интересов, никто толком не понял. Возможно, этому способствовала начинающаяся карьера брата Георгии, который уже в то время работал в клубе. Так или иначе, на начальных курсах Дмитрий забрасывает учебу в Белорусском государственном университете и начинает музыкальную биографию. Родители даже представить себе не могли, что сыновья обретут известность далеко за пределами родной страны. Широкая публика узнала Дмитрия в 2004 году, когда он стал участником шоу «Народный артист». Победы музыкант не одержал, но вышел в финал конкурса и стал узнаваемым. Через два года Колдун отправился на фабрику «Звезд 6», где вместе с легендарной группой «Скорпионс» исполнил песню «Стил Лавинг Ю» и стал победителем сезона. Зарубежные исполнители подарили белорусскому коллеге гитару и пригласили его в общий тур. Позже Дмитрий пробуется в белорусском отборе для международного конкурса «Евровидение». В 2007 году выходит в финал этого песенного конкурса и занимает шестое место с песней «Work Your Magic». Это придает огромный импульс его карьере. За песню «Дай мне силу» артист получает престижную награду «Золотой граммофон» и становится победителем рейтинга «Секси М». Продолжает активно участвовать в телешоу. В 2008 году Дмитрий играет главную роль в «Ракопере звезда» и «Смерть Хайкина Мурьеты». В 2009 году открывает свою студию звукозаписи, выступает на фестивале «Кинотавр», а также дает первый сольный концерт. Один за другим выходят клипы к песням Колдуна «Вой комнате пустой», «Корабли», «Ничего» и «Облака бродяги». И, наконец, дебютный альбом из 11 песен «Среди них ангел мечты», «Плохая новость», «Я люблю тебя». В 2012 году Колдун получает роль тезки музыканта в фильме «20 лет без любви». У него выходит второй альбом под названием «Ночной пилот», «Третий манекены». Композицию собственного сочинения «Туни птица Колдун» представляет на концерте, посвященном юбилею Владимира Преснякова-младшего. Конец 2018 года Колдун проводит на гастролях, выступает на Дне Москвы, в Крыму, в рамках тура «Звезды русского радио» с Полиной Гагариной, Егором Кридом и еще рядом российских исполнителей на фестивале «Перас в Дубае». Сейчас артист – желанный гость на корпоративных мероприятиях, сборных выступлениях коллег. То ли в шутку, то ли всерьез Колдун сказал, что в 2027 году хотел бы вновь выйти на сцену и проведение таким солидным, умудренным опытом и жизнью. Личная жизнь Дмитрия идеальна для звездышев бизнеса. Со школы он встречался с Викторией Хамитской, которая стала его супругой. Жена подарила Дмитрию сына Яна и дочь Алису. Семья предпочитает жить в Минске, хотя в Москве у певца есть квартира. На родине артисту легче творить, а в столице России проще решать технические вопросы. В одном из первых интервью Колдун признался, что по натуре интроверт, спокойно переносит одиночество, а тишину даже любят. На тусовках не бывал и не собирается идти на презентацию какого-нибудь вермута в новой бутылке ради того, чтобы дождаться, пока тебя там сфотографируют, это за гранью. Я лучше делом каким-нибудь займусь. Дмитрий работает над пятым студельником, в котором больше позитивных и жизнеутверждающих песен. Надо петь какие-то патриотические песни, задуматься о родине, о своей национальной идее. Поддаваться влиянию модного рэпа Колдун не хочет ни при каком раскладе. Хип-хоп – музыка для молодых, а он не в том возрасте, чтобы этим заниматься. Субтитры сделал DimaTorzok